22 сентября – Всемирный день без автомобиля. Чтобы обезопасить себя и окружающую среду от негативного воздействия автомобильных отходов, каждому водителю предлагается на день отказаться от поездок на личном транспорте. Инициаторами данной акции стали сотрудники ГАИ. Госавтоинспекция обречена присоединяется к проведению Всемирного дня без автомобиля, который проходит 22 сентября, и призывает всех граждан отказаться в этот день от использования личного транспорта. В пользу использования средств персональной мобильности, велосипедов, а также пеших прогулок, ну и, конечно же, в пользу общественного транспорта. Чистота окружающей среды – наша главная задача. Это точно знают студенты Брестского государственного технического университета, которые также не смогли остаться в стороне и приняли активное участие в данном мероприятии. Администрация и студенты Брестского государственного технического университета решили напомнить или рассказать водителям о предстоящем Всемирном дне без автомобиля, который придет 22 сентября. Мы искренне надеемся на то, что как можно больше людей откажется хотя бы на один день от автомобилей, которые приносят непоправимый ущерб нашей природе. Мы, получается, собрались тут перед днем без автомобилей, чтобы предоставить водителям небольшую памятку с официальным билетом, чтобы смогли проехаться на общественном транспорте. Несмотря на то, что автобус и автомобиль имеют вредный двигатель внутреннего сгорания, автобус перевозит больше количества людей, чем автомобиль. Мы за чистый Брест, БрГТУ, за чистый воздух. Прежде всего, акция направлена на то, чтобы наши граждане Республики Беларусь как можно меньше использовали личный автотранспорт, тем самым сохраняли экологию нашей Республики, и для того, чтобы наша страна оставалась такой же красивой, и, в принципе, мы могли радоваться всей этой красотой, которая нас окружает. Сотрудники госавтоинспекции провели профилактические беседы с автолюбителями, а также с пешеходами, вручили листовки с напоминанием о проведении акции. Некоторые автолюбители, понимая всю серьезность экологической ситуации, пообещали по возможности пересесть в салон общественного транспорта. Слишком много дорожных транспортных происшествий, это усугубляет ситуацию на дороге, соответственно, появляются большие пробки. Если такие мероприятия проходить намного чаще, в городе будет удобнее. Благодаря таким акциям, в принципе, хочется отказаться от транспорта действительно на какой-то промежуток времени и, соответственно, пересесть с личного транспорта на общественное. Чтобы обезопасить себя и окружающую среду от вредного воздействия автомобильных отходов, нужно в первую очередь проявить неравнодушие к данной экологической проблеме и стараться оказать возможное содействие.